Возводить пристройку к детскому саду номер 76 в Дагомысе начали еще в конце прошлого года. Начали строить новое здание, а заодно ремонтировать старое. Поменяли кровлю и обновили фасад. Работа на площадке кипит, но в сроки строители все равно не укладываются, замечает Анатолий Пахомов. Создать объект обещали несколько месяцев назад. Новый, уже последний срок, 1 июня, тоже не за горами. А работы еще немало. Подрядчики пытаются оправдаться. Помешал олимпийский режим. Разрешали проводить очень много материалов во время олимпиады. Ограничения пошли какого числа? 7 января. А? 7 января. 7 января. А ты до 31 декабря обещал закончить. Не то, что завести материал обещал, а закончить. Ну что, ребята? Такие доводы глава города не принимает и напоминает. Город с подрядчиком заключил стимулирующее соглашение, жесткие условия которого не дадут расслабиться. В этом соглашении написано, что если они до 1 июня 2014 года не введут в эксплуатацию данный объект, то в последующий день они будут платить штраф по 100 тысяч рублей за каждый день. Подрядчики обещают, объект сдадут точно в срок. Анатолий Пахомов настаивает, нужно не подвезти. Ведь открытие нового корпуса детского сада ждут 80 малышей. Именно на столько мест рассчитана пристройка. Кроме того, рассказывает мэр, в Сочи уже запланировали строительство еще 11 дополнительных корпусов. 11 пристроек, которые сейчас находятся в стадии проектирования. И по срокам мы там в мае месяце должны провести торги на строительно-монтажные работы и приступить к строительству этих пристроек. Он же поставил задачу, что мы должны до конца этого года успеть это сделать. Всего же за последние годы, в том числе путем строительства подобных пристроек, количество мест в детских садах удалось увеличить на 2 тысячи. Таких пристроек в разных частях города появилось 7, плюс 3 новых детских сада. А к 2016 году в Сочи появится еще 6 тысяч дополнительных мест для малышей. Иными словами, строительство социальных объектов было и останется у города в приоритете.